Доброе утро! Эфир нашей программы продолжается. Сегодня у нас среда, 2 августа, а по традиции в этот день недели мы встречаем здесь, в студии нашего гостя, дорогого, любимого, обожаемого нами, практически уже коллегу. Евгений Иванович, доброе утро! Спасибо, здравствуйте! Ну вот, сегодня 2 августа, и им день, сегодня день крылатой гвардии, да? Но, судя по серии, что-то сегодня связано еще... Уже эти герои книг, которые лежат на столе, уже, надеюсь, легли спать, поскольку они бодрствуют только в ночное время. Они не любят чеснок, им сложно смотреться в зеркало, поскольку они там не отражаются. Ну и питаются они в основном только кровью. Сегодня, да, говорим в нашем литературном кружке о вампирах. Мы, Белитя Гебелинского, отслеживаем памятные литературные даты. И вот такая дата, 120 лет назад, летом, в 1897 году, из печати, очень скромным тиражом, в 3000 экземпляров, вышел роман, написанный писателем Брэмом Стокером. В рукописи он назывался «Неумершие», но потом автор назвал этот роман «Дракула». И с тех пор он очень сильно влияет на массовую культуру и на литературу в том числе. Множество подражателей весь 20 век экранизировали, писали продолжения. В 21 веке то же самое. И вот первая книга – это антология Дракула. Современные писатели продолжают традицию и рассказывают разные истории, новеллы из жизни, что же было дальше. Продолжение. И вот как раз о продолжениях мы тоже сегодня сможем поговорить. Да, вы знаете, и на литературу для подростков тоже повлияла книга Брэма Стокера. Все знают «Сумерки» серию, а я бы вам представил вот книгу, которая называется «Караева вампиров». Автор ее Андреа Робинсон. В одной школе одна девочка очень любила читать книжки про вампиров. И однажды в ее классе появились четыре новичка. Страшная история какая. Их звали Малисабель, Невил, Виолетта и даже Влад. Оказалось, что эти новые ученики… По ночам не спят. По ночам не спят, и у них очень длинные зубы. Так, ну интересно, я обращаю внимание, Юля, твоей зрителей, что большинство из этих книг написаны дамами. Кстати, да. Потому что вампиры не окутаны каким-то таким таинством, есть какая-то в этом романтика, ночь, понимаешь, туман, он за тобой охотится. Вот, но отечественные авторы тоже не прошли мимо этой истории. Дмитрий Емец, известный по серии «Клону» Гарри Поттера про Таню. Гарри Поттер выступает с книгой «Мальчик вамп». Эта книга рассчитана уже на совсем младших школьников. Вот, Филька и Петька им дали задание уже в нашей российской школе перенести, так сказать, учебное пособие в виде скелета, который оказался, кем бы вы думали, графом Дракулой. Пободавал. Пободавал. Так, так, так. Неожиданно. Ну, вы знаете, и в Чикаго не все спокойно, вот, и, в общем, студентам, студентам и аспирантам тоже достается книга Хлой Нейл, называется «Некоторые девушки кусаются» из серии «Чикагские вампиры». В общем, одна аспирантка неудачно вышла погулять в ночное время. Как Юля хотела в романтике, туман. И по дороге ее неожиданно настиг незнакомец и обратил вампира. Должен сказать, что здесь очень смешные названия глав. Например, одна глава называется «Богатые люди точно такие же, как мы, только ездят на лучших машинах». Или не надо доверять мужчине, который ест хот-дог с помощью вилки. Или... Слушайте, какие... Как тонко, на самом деле, подмечены реалии современной жизни, да-да-да. Или, возможно, те, кто выходит по ночам, простые чикагские избиратели. Но среди избирателей попадаются и те, которые любят пить кровь. Бразы, носки тоже нужно стирать. Я понимаю. И завершает наш сегодняшний обзор роман «Энн Райс. Интервью с вампиром». Вещь написана в середине 70-х годов, а второе рождение она пережила благодаря знаменитой экранизации, с участием Брэда Питта и Антонио Бандераса. Вот. Это рассказ уже от первого лица, дает показания сам вампир, как же им живется или не живется. Вот. Действия все время переносятся, то из Парижа 19 века, потом в Луизиану американскую, или, конечно, в Прикорпатскую деревушку. Ведь мы знаем, что все беды вампирские... Откуда пошли, да. Скорпат. Стартовали. Мне, знаете, что интересно, Евгений, а все книги последующие вот о Дракуле, о этих вампирах, они, ну, как сказать, они сто процентов совпадают с той историей, которая вот была написана в романе Дракула сто, сколько, двадцать лет назад, получается. Сто двадцать лет назад, да. Ну, то есть жизнь этих вампиров, ну, их как-то жизненные какие-то... Иерархии. Иерархии, не знаю, там, их способ жизни, как бы, они сохраняются эти традиции в книгах? Или все-таки обновляются, не знаю, что кровь они идут сейчас в другой группы? Ну, нет. Обновляются, да. Когда появляется, так сказать, кровь уже искусственная, они уже социализируются, живут... Пользуются гаджетами. Гаджетами, участвуют в выборах. Вот. И, в общем-то, даже солнечные лучи, их уже как-то они иммунитет выработали, претерпелись. И, в общем, они живут среди нас. Друзья. У меня иногда ощущение, извините, Юля, у меня иногда ощущение, что в прошлом веке, да, прочитав книгу, человек боялся идти по улицам. А современная молодежь специально выходит на улицу, чтобы постричаться. С интересом, конечно, узнать, действительно ли они существуют. Но так или иначе, создать свою реальность вы всегда можете, обратившись абсолютно в любую книгу. И этот мир будет только ваш, только для вас именно так, как вы его себе нарисуете. Евгений Иванов был вновь у нас в студии. Спасибо большое. Мы сегодня говорили о книгах про вампиров, про Дракула. Про милах, про пудей и кронососов. Всего классных вот этих вот милах. Причем я понимаю, что можно прийти в библиотеку, взять и почитать. И даже на языке оригинала. Вот даже как можно сделать в библиотеке имени Белинского. У нас сейчас небольшой перерыв, после которого мы вернемся в студию.